Но здесь спрашивают, по какому принципу сущность выбирает себе тело, зачатие, чтобы войти при зачатии. И если заблокирование, как человеку снять блокировку? Каким способом? Ну, во-первых, более подробно это можно почитать сущность разума, плюс в последнем проекте я это расписываю более подробно, но в двух словах скажу следующее, что в момент зачатия происходит не только выброс энергетический от слияния энциклетки и сперматозоида, происходит еще, естественно, целый ряд факторов, которые влияют на амплитуду и качество всплеска. Это, естественно, место влияет, положение звезд тоже влияет, но это влияние уже вторичное, не первичное, между прочим, чтобы узнать, это дополнительные факторы. Плюс алкоголь и наркотики были в крови у родителей, зачавшие жизнь новой или нет, любили они друг друга или нет, чувство любовь было во время зачатия новой жизни или нет. Все эти факторы, комплексы, и экология, естественно, вместе влияющие, все это влияет в комплексе на то, какой амплитуды, какие качества всплеска у меня на зачатии происходит при слиянии энциклетки и сперматозоида. Все эти факторы влияют, и когда в результате этого происходит, есть влияние положительное, когда, допустим, люди любят по-настоящему другую, это положительный толчок, а если просто, понимаете, там только, особенно под алкоголем и наркотиками, то только отрицательное идет. И получается, что всплеск, который дает генетический всплеск, при слиянии генетики, может или усилиться, или ослабеть. Но все равно в результате всех этих факторов происходит всплеск на тот или иной уровень, и открывается качественный барьер до этого уровня, который качественный всплеск имеет. И с этого уровня просто втягивается сущность, которая качественно соответствует этому всплеску. То есть резонанс качества, ничего другого. Раз, вошло, и закрылось, и остается уже привязанной до того, как человек родится, и уже формируется тело. Поэтому, так сказать, здесь резонанс качества генетики и сущность, которая резонирует с этой генетикой, ничего более.